Ветхое жилье разваливается, придомовые территории завалены мусором, подъезды многоэтажек в плачевном состоянии. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Жильцы этого дома жалуются на отсутствие ремонта в подъезде. Его не было более 50 лет, уверяют они. Зайти страшно просто, понимаете, вот вы если зайдете, посмотрите, стены обваливаются, все рушится, провода висят, просто страшно. Мусорное поле во дворе двухэтажки в центре города беспокоит его жителей. Ну надо же что-то делать как-то. Я говорю, мы находимся в одно самоадминистрации. Стыд, вообще кошмар. Штукатурка сыпется, в стенах зияют дыры. Жители дома 134 на Георгии Исакова боятся ходить по своему подъезду. Когда-нибудь на голову рухнет потолок, уверяют они. Я когда открываю, я прям с ужасом думаю, господи, чуть ли не с молитвой захожу в квартиру, чтобы у меня ничего не свалилось на голову. Потому что вот здесь вот явно вот скоро отвалится, посмотрите, вот видите, прям уже намечается, что отвалится. Рассыпающийся потолок в подъезде номер два пятиэтажки на Георгии Исакова беспокоит жильцов уже не первый год. По словам старожилов, ремонта они не видели с самого строительства. А ведь дому уже почти 60 лет. Сегодня буквально я привезла свою 90-летнюю маму со Ставропольского края, как бы на постоянное место жительства, потому что ей 90 лет, ей одной тяжело. И она не успела зайти в подъезд, она сказала, Наташа, ты меня куда привезла? Я здесь жить не хочу, это бомжатник. Кто здесь живет? Я не хочу жить здесь. Дом разваливается. Почтовые ящики вывернуты наружу, штукатурка и краска осыпаются, а постоянно растущая дыра на стене в центре подъезда завершает все это украшение. Здесь конкретно видно, что ремонт вообще не производился лет 50. Видите, подтеки, когда текла крыша, вот эти вот все подтеки. Это вы хотите сказать, что с пятого до первого этажа вода оставила свои следы. Капремонт крыши управляющая компания сделала около трех лет назад, говорят жильцы. А вот косметические делать не торопятся. Там сопли висят, эти провода и все, и мы боимся, а вдруг это что-нибудь загорится? А потом скажут, что никуда не обращались, все молчат. Управляющая компания ничего абсолютно не хочет делать. Как они объясняют, они 12 лет в этом доме, но извините, за 12 лет ничего абсолютно не сделано. Куда уходят деньги? Деньги УК собирает исправно, однако они где-то задерживаются, жалуются жильцы. Дом обслуживает управляющая компания ЖЭК Петровская. Я собрала все подписи с нашего подъезда и отдала в управляющую компанию. Мне оттуда отписку написали, там Фильковну какую-то грамоту, что там метла, лопаты какие-то позолоченные, наверное, мешки покупают, что вот это вот все на это уходит, что все наши туда деньги. В прошлом году на заявление от собственников с просьбой предоставить информацию, когда же будет сделан долгожданный ремонт подъезда и сколько денежных средств на балансе дома, в ответ Раиси Беловой пришел финансовый отчет по поступившим израсходованным средствам за первые пять месяцев года. В жилищной же инспекции ответили, ремонт запланирован на 23-й год. Однако жильцы думают, это очередные отписки и никакого ремонта они так и не добьются. Коммунальные платежи, я вам скажу, вы знаете, особенно зимой просто зашкаливают. У меня двухкомнатная квартира до 8 тысяч доходит. Ну это за что? За вот этот вот бомжатник. Внешнее состояние дома тоже требует вмешательств. Трещины на фасаде, вываливающиеся кирпичи, козырьки помятые от снега. С управляющей компанией нам связаться не удалось. Однако мы продолжим следить за этой темой. А жильцы этого аварийного дома радуются, что им на голову перестали падать кирпичи. Однако мусор во дворе не убирается совсем, а чистотой в подъезде даже и не пахнет. Аварийный дом на Гоголя – центр города. В марте кусок фасада этого здания упал на голову прохожему. Стену починили. Теперь жильцы обеспокоены другим. Со стороны центральных улиц чисто убрано. А вот по всему двору раскидан мусор. Из жилых помещений осталось только три квартиры. Остальное пространство занимают магазины. Они такой, вот такой устроили беспорядок во дворе, что просто уже невозможно. Я говорю, сносу не сносу, но мы-то живые люди, мы должны в чистоте жить. Вот я убрала с внуками вот здесь вот эту часть у подъезда. Остальное я-то, конечно, там не убуду. Мне просто сил не хватает. Двор также является точкой притяжения для лиц с целью распития напитков и отдыха. А угол возле гаража общественным туалетом рассказывают местные. На обращение в управляющую компанию отвечают. Заявку приняли, но ничего не делают. А мусор валяется, потому что там идет стройка через забор. И с этой стройки мусор надувают, потому что там не было мусора. Мы платим текущие ремонты, содержание помещений. Мы платим регулярно. У нас три квартиры, у нас задолженности нет. Так же нельзя, мы не можем вот как бомжи, мы приличные люди. У меня мама, вдова участника войны, ей 95 лет. Мне 72 года, была я помоложе. Мыла и подъезд, и здесь убирала. Подъезд выглядит устрашающе. Жильцы понимают, аварийный дом капиталить не будут. Но им хотелось бы получать хоть какое-то минимальное обслуживание. Из трех квартир оплачивают только две. Мир инструментов носят регулярно. Мария РА, они задерживают. Если посчитать тариф, вот эта вот развалившаяся стена, когда выпал кусок стены, туда истрачено было. В финансах теперь на этом доме нет. Потому что двухгодовой бюджет истрачен на восстановление вот этой вот стены. Небель она не крашен, пол не крашен. Ну ладно, хоть вымыт, хоть бы помыли, и то хорошо уже. Уж не до этого. Крыша течет постоянно, подчеркивает Элевтина Калугина. Приходится лазить туда в межсезонье, чтобы сливать воду. Конструкция для поддержки потолка тоже не внушает доверия. Вывод один. Жить в таком доме опасно. И, наверное, пока крыша дома не рухнет и кто-то не пострадает, все останется на своих местах. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова